В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Чествование профессионалов. В муниципалитете прошло награждение наших земляков за достижение высоких трудовых результатов. Должен был вручить еще в мае, но, как вы сами знаете, всяческие ограничения. Видно, на проспекте Ленинского комсомола приостановлено строительство нестационарного торгового объекта. Администрация предпримет все меры по прекращению нарушения законодательства и получению соответствующей разрешительной документации, конечно, на его строительство. Новый игровой комплекс для маленьких жителей скоро появится у четвертого дома по советскому проезду. Сейчас мы видим с вами, что готовится основание. И я думаю, что в течение двух недель мы эту работу закончим. Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы во все сферы жизни. Так, несколько наших земляков за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности Московская областная дума должна была наградить еще весной. Но случилось это только сейчас на еженедельном оперативном совещании у главы муниципалитета. Знаком Московской областной думы за труды были награждены начальник участка по обслуживанию и ремонту котельных, ЦТП и тепловых сетей поселка Развилка Владимир Цуков и акушерка Видовского перинатального центра Лариса Ханукаева. Должен был вручить еще в мае, но, как вы сами знаете, всяческие ограничения. И те обстоятельства, которые позволили это сделать, награду нашли своих, как говорится, героев. Для потомственного медика, ветерана труда и почетного донора России Ларисы Олеговны это далеко не первая награда. Она начала свой трудовой путь 30 лет назад медсестрой в отделении новорожденных, а сейчас работает акушеркой под руководством главврача Тамары Белоусовой. Благодаря нашему коллективу не хочется никуда уходить и расти, и расти дальше, и выше. Новое рождение ребеночка – это как-то вторая жизнь твоя, все равно это очень дорогого стоит. Также почетной грамотой МОСОБОЛ Думы был награжден первый проректор Московского регионального социально-экономического института Геннадий Киселев. История вокруг строительства на территории, прилегающей к 48-му дому по проспекту Ленинского комсомола продолжается более двух недель. Жалобы жителей на спил деревьев начали поступать еще 30 октября. Приостановить возведение нового, нестационарного объекта пытались несколько раз, однако работы продолжались. На место выехала комиссия администрации Ленинского городского округа. Совсем недавно здесь была небольшая дорожка, ведущая к остановке. Окруженная деревьями сейчас, эта территория огорожена, а зеленые насаждения вырубаются. Жители в панике. Что же здесь будет и зачем? Выяснить эти и многие другие вопросы приехали сотрудники администрации муниципалитета. Не заметить строительные работы у дома 48 по проспекту Ленинского комсомола невозможно. Торговых объектов здесь уже немало, и вот возводят новый. Местные жители отреагировали незамедлительно. Еще в начале месяца совет депутатов и администрация округа получили немало жалоб на спил деревьев. Я приезжал 30-го числа разбираться с этим вопросом. У собственников данного участка есть порубочный талон на руках, который позволил им произвести эти работы. Мы временно приостановили работы по вырубке деревьев, потому что жители требовали разбирательства по этому вопросу. Поэтому на сегодняшний момент мной составлено письмо на имя главы Ленинского городского округа с просьбой проверить правомерность проведения данных работ. Однако возведение торгового павильона не остановилось. Комиссия по выявлению самовольных объектов строительства встретилась с представителем собственника для выяснения причин продолжения работ. Ордер на право производства работы вы не получали, когда формировали. Какие-то обоснования для этого? Обоснования на основании проекта было сделано для отмечения, когда строинженер, имеющий старого, о том, что это не капитальная строительность. На первый взгляд, члены комиссии подтвердили, объектом капитального строительства данная постройка не является. Однако по этому вопросу будет проведена проверка. В рамках комиссии все документы будут направлены еще дополнительно в Гостроинадзор, который проверит выводы данной организации. Если их позиция будет отрицательной, в данном случае администрация предпримет все меры по прекращению нарушения законодательства и получению соответствующей разрешительной документации, конечно, на его строительство. По документам территориального планирования, будущий торговый объект находится в парковой зоне. Для магазина вид использования данного земельного участка условно разрешенный. Чтобы установить здесь торговую точку, собственнику необходимо пройти процедуру, предусмотренную 39-й статьей Градостроительного кодекса Российской Федерации, а значит, пройти через общественные слушания. Со своей стороны, по результатам выездной комиссии, комиссии будет составлено заключение в правовое управление о подаче в суд искового заявления о приостановке, понуждении вас к приостановке строительных работ. Оставшиеся деревья, которые мешают возведению собственникам торговой точки, также останутся нетронутыми до окончания разбирательства. В Ленинском городском округе продолжается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 599. Таким образом, по состоянию на 16 ноября с начала пандемии, число заболевших составило 4788 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 168 и всего составило 3061 человек. Количество лиц, зараженных коронавирусом и проходящих лечения амбулаторно – 1753. Пациентов с вирусными пневмониями – 392. В муниципалитете сохраняется динамика увеличения числа контактных по коронавирусу. За неделю этот показатель повысился на 1123 случая. Всего в муниципалитете зафиксировано 4706 контактных по COVID-19. Из них – 1401 ребенок. В образовательных учреждениях наибольшее количество контактных по коронавирусу и числу подтвержденных случаев среди учителей и учеников отмечается Видновская СОЖ номер 7, в Бутовских средних школах – 1 и 2. За неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило 293 человека, из них – 90 жителей Ленинского городского округа. Выписан после выздоровления 301 человек, среди них – 65 местных жителей. На сегодняшний день в стационаре – 499 пациентов, из них – 147 жителей Ленинского округа. В отделении реанимации – 23 человека. Все аппараты ИВЛ заняты. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коварной инфекцией. Берегите себя и своих близких. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу провели очередную успешную операцию по задержанию подозреваемых в серии краж автособчастей. В дежурную часть Ленинского ОМВД обратились потерпевшие, с автомобилей которых были срезаны катализаторы деталей выхлопной системы. Инцидент произошел в ночное время на улице Южная в поселке Дрожино. Местным оперативникам удалось выяснить, что совершили преступление двое уроженцев ближнего зарубежья. То есть вы подыскивали машину? Ну, не было прям конкретно поиска какого-то конкретного человека. Просто какой увиделся тот. Вину свою признаете? Да. С помощью домкрата они приподнимали машины и сабельной пилой срезали катализаторы. Кража коснулась двух автомобилей иностранного производства. Общая сумма ущерба – более 170 тысяч рублей. Где вы проживаете? В городе Подольск. Вы ранее судимы? Не судимы. Вину свою признаете? Да. Операция по задержанию подозреваемых проходила в Подольском городском округе, где они временно проживали. В квартире была найдена та самая пила. Вину преступники признали сразу. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Суд определит меру наказания. Им грозит до пяти лет лишения свободы. У дома номер 4 по советскому проезду начались работы по благоустройству детской площадки. Наша съемочная группа побывала на месте строительства нового игрового комплекса. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Детская площадка во дворе дома номер 4 по советскому проезду давно нуждалась в реконструкции. Проект нового игрового комплекса разрабатывался совместно с жителями. Здесь основной малоархитектурной формой будет так называемый элемент ДНК. То есть это большой маф, по которому можно лазить и вдоль, и поперек, и вверх, и вниз. С двумя горками. Одна горка европейская локтевая, где ребенок на локтях прям может съехать. Вторая стандартная в форме трубы. Площадка будет оснащена игровыми элементами для подвижных игр. Также будет произведено обновление спортивного сектора. Для малышей предусмотрена песочница и несколько видов качелей. Чтобы качели были для деток. Здесь не было качели, которые закрываются. Вот только на большой, и все. Приходится туда ходить. Горка с такой загубленкой. Еще что? Песочница такая. Контракт на выполнение работ по установке нового игрового комплекса был заключен с муниципальным бюджетным учреждением «Дорсервис». Работы уже ведутся в течение двух недель. Это были подготовительные этапы. Сейчас мы видим с вами, что готовятся основания. И я думаю, что в течение двух недель мы эту работу закончим. На объекте работает одна бригада из четырех человек и техника. Снимали основание, старый берег. Мы делаем новую. Подсыпаем песок, геодекстил. Уплотняем песок, геодекстил. Потом щебень. Также будем уплотнять. И асфальт сверху. Стоит отметить, что эта придомовая территория включена в губернаторскую программу по комплексному благоустройству дворов. Все пожелания жителей учтены. В ближайшие выходные еще раз проведу жителями встречу. Послушаю, что они думают. Предложения в плане, точнее, не в плане, а в части о зеленении. Может быть, клумбы какие-то рассмотреть. Еще какие-то варианты. А так, в целом, подрядчик приступил к работам. Все на контроле. После асфальтирования территории уже другая бригада установит малоархитектурные формы. Далее будут проведены работы по укладке резинового покрытия. Ремонт планируют завершить к 1 декабря. Наталья Буслаева, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.